Добрый день дорогие друзья, уважаемые подписчики, с вами снова компания Круп-Монтаж, меня зовут Мороз Алексей. В этой серии мы будем рассказывать, как я у себя на даче своими руками отделываю фундамент, обшивку цоколя фундамента фасадами и панелями. В нашем случае это альтопрофиль раменский фагот, я выбрал, не знаю почему этот цвет, вы можете увидеть уже готовый участок, процесс идет, я буквально за два дня, сейчас обойдем, я расскажу что было сделано, я просто вам покажу уже законченный вид, вот, для затравочки, чтобы зритель понимал, вы понимали готовый продукт. И мы сейчас начнем рассказывать вам, показывать, как я этого добился, значит, какие работы производили. Ну, вот он, фасадные панели, раменский фаготный. Он монтируется довольно-таки просто, нужно делать обрешетку под него, я сейчас расскажу. И делаю отливы пальцевым способом, метровыми участками, вот видите, они не задираются, благодаря, вот, я через каждый метр ставлю вот эти клеймера, вот, а потом, вот этот замок пальцевым способом, все заворачивается, и клеймер остается внутри. Вот, ну, вот, в принципе, готовый участок. Теперь, дорогие друзья, я вам расскажу, потому что, с самого начала, что нужно делать, чтобы дойти до такого, ну, уже завершенного участка. Значит, еще сложность, сложность в чем? Я делаю метровыми участками, хотя у меня гибочный станок позволяет гнуть по 2 метра, но делаем метровыми участками, дабы вот эта кленовидность отлива, он довольно-таки гуляет. Там был размер 20, здесь 13,5, представляете, выставляете перепад на 5 метрах, на 6 сантиметров. И, если делать метровыми кусочками, ну, довольно-таки проще принять форму отлива, вот. И, мне кажется, вот эти замочки, покажу вот эти замочки, они дают такую некую фишку, тоже украшают, так сказать, отлив. Друзья, мы специально зашли сзади дома, потому что есть у меня еще участок, который не делался, не покрывался. Я не делал панелями, я вам хочу сказать о обрешевке. Фундамент у меня неровный. Значит, что для фасадных панелей нужно? Значит, найти верхние, ну, найти 4 точки по углам водяным уровням, это я сделал. Значит, в принципе, мне повезло, что фасадная панель не прикрывает одна, не надо еще наставлять кусочки. В принципе, она по своей площади закрывает. И верхний брусок надо делать, мы нашли 4 точки водяным уровнем, натянул шнурку и строганным бруском я обходил по шнурке, пристреливал, то есть брусок, это верхний брусок. Он мне облегчит работу, мне потом не надо ничего думать, вот, я оставляю, вот видите, в паз фанель, панель фасадную. Вот, она просто монтируется. И ориентир для меня будет просто совмещать с бруском вот эту панель. И, элементарно, с саморезами, с интервалом там 20-30 сантиметров, вот, с широкой шляпкой саморезы, обязательно имейте в виду, их до конца не нужно закручивать. Чтобы панель немножко свободно шаталась, на это будет, потому что пластик имеет свойство расширяться при теплой температуре и зимой, допустим, сужаться. То есть, нельзя его крепко прикручивать саморезами. Ну, так, примерно, как будто вы 10-копеечную монету вставили под саморез, вот, и закрутили. Ну, такой там, буквально, миллиметр, значит, не дожимайте саморез. Еще хочу сказать, брусок обязательно, так как он останется внутри, нужно пропитать пропиткой, как я сделал. То есть, это обеспечит вам долговечность. То есть, мы закрепляем угол, вот он есть, они в комплекте фасадных, они разные, производители. Есть, но принцип тот же. Выкрепите угол, вот, и потом фасадная панель, вот видите, есть полость, и она заходит сюда. Теперь я вам объясню. Фасадная панель, видите, она имеет вот такую форму, принцип тот же, она зигзагообразно, входит одна в другую. И, чтобы начать, просто нужно болгарочкой отрезать, либо электролобзиком, вот, по эти границы. То есть, удалить, значит, вот эти выпуклые поверхности, подровнять, так скажем. И вы вставляете, вставляете потом в уголок, вот. А дальше уже идет продолжение в замке, они вставляются. Довольно-таки просто. Вот, готовил заготовку, да, у меня есть гибочный слонок, так как я занимаюсь кровлей. Я загну, вот, здесь у меня 4,5 сантиметра, и это вот дает жесткость, чтобы вот эта часть жестко выглядела. Я загну в цеху с двух сторон, почему, потому что я эту деталь буду использовать, отлив пойдет и сюда, и сюда. Но они, как я говорил, у меня кленовидные, здесь с ними надо еще разбираться. И, буду делить их, здесь, этот 2-митровый кусок, по метру. То есть, я вам расскажу, как создать минимальное, занимальное, минимальное время, рабочее место жестянчика, так сказать. Смотрите, вот, у каждого хозяйства найдется уголок. Я вот приспособил, буквально, вот, из ничего, такой верстачок, его не надо сверлить, не дырявить. Вот, смотрите, есть такой верный способ. Я его вырезал железом, здесь забил гвоздь, и обвернул металлом, и здесь. Он уже довольно-таки жестко держится, все, готово. Я какую-то лестницу перевернул на ней, это мне будет участок, где я вам сейчас покажу, и буду загибать, видите, я вырезал нужной длины, размер. Это у меня сейчас отлив, мы будем монтировать с вами. Мне нужно сейчас поднять заднюю полку. Заднюю полку я определил 3 сантиметра, которая будет подходить примыканием к дому. Вот, я сделал насечки ножницами, отмерил 3 сантиметра. Да, еще скажу, может, кто не понял. Но, допустим, вот этот участок на метре у меня разница в полсантиметра. Значит, и он будет немножко уходить, заужаться, да. И это я все вымерил и отрезал. И, значит, вот сделал насечки для 3 сантиметра. 3 сантиметра для примыкания к дому. Что нужно? Вот, смотрите, киянка обычная. Вот, видите, я неспроста сделаю эти насечки. Они у нас будут, мы будем их выставлять вот на край уголка. Вот мы здесь будем пробивать эту линию, которая будет загибаться. И хочется сказать, смотрите, да, гурманы, кто знает кровельное дело, для этих дел есть, конечно, специальный инструмент, так называется бендер. Но он стоит, друзья мои, около 30 тысяч. И я не думаю, что, понимаете, весь цокор стоит, грубо говоря, по себестоимости материал 30 тысяч, что вы будете покупать. Моя задача вам показать, как своими руками вы сделаете. Вот и мне, у меня тоже есть бендер, но он находится на объектах, люди им работают, как бы, да не один. Вот, а для себя я на даче, в охоточку, вот, делаю таким образом. Выставляю по меточкам, один, без помощника. Мне надо обозначить вот линию. Видите, она тут же появилась. И с этой стороны. Довольно-таки легко, главное, уверенно делать движение. И самое главное, рукой вы держите там, где вы хотите ударить. Вот, видите, появляется линия. Все, линия обозначилась. И теперь вы просто ее догибаете. Вот, вуаля. Только что на ваших гнололозах я согнул вот полочку, которая идет на примыкание. Да, еще я делаю, так сказать, еще одно ребро жесткости. На глазок полсантиметра. Это почему? Потому что, когда я, кровельный саморез будет вжиматься сюда, как раз вот эта острая кромка, она войдет у меня в бревно. Таким легким движением, главное, уверенно. Металл, он уважает тех, кто уверенно с ним работает. Вот. Я вот подчеркну. Итак, вы видите, отлив уже, как бы, заготовка готова. Пойдемте монтировать. Пришли на место, где я буду вот этот отлив соединять с этим. Видите, когда я установлю, в конце этого отлива будет такой же вид. Что мне нужно? Фальцевая кровля подразумевает два замка. Один маленький, другой побольше. Ну, чтобы завернуться. Значит, я сделал такую заготовку, чтобы у меня фальцы были одинакового размера. Вот, это полтора я ножничками вырел, вырезал. Это, значит, три. И я вот так вот делаю, провожу, провожу линию. Ножницами я дальше делаю просечку. Здесь так же. И щипцами. И щипцами вот приподнимаю вот такой. Вот у меня получается большой фальц, он подойдет к этому маленькому. И потом завернулся. Здесь я еще лишний металл срежу. Вот. А с этой стороны, таким же образом, я загибаю в маленький замок. Да, кстати, у меня для удобства я использую правые и левые ножницы. Ну, кто знает, а кто нет, я расскажу. Вот, я просто привык. Люди, конечно, мучаются одними. Вот вы видите разницу левых и правых ножниц. Видите, вот так я могу подойти и отрезать это сечение. А вот другими, они мне не дают, вот видите, за счет этой полости. Эти пойдут на ту сторону. И поэтому удобно. То есть, если использовать одни ножницы, имейте в виду, у вас будет, как бы, видите, вы будете корячиться вот так как-то с угла, заминать и так далее. А левые и правые ножницы дают удобство в этом плане. Вот все, заготовка готова к монтажу. Перед тем, как я монтирую отлив, я вам хочу показать одну деталь. Вот видите, вот этот полтора сантиметровый загиб для жесткости, который я вам рассказывал, он специально объединит мне два листа. Я как бы одеваю, одеваю на этот лист. То есть, понимаете, они уже связаны. Не просто там как-то лежат на друг друге, бессвязаны. Это получается такой еще замочек, крючочек. Он одевается, видите, таким образом. Вот. И, в принципе, значит, этот отлив можно уже прихватывать. С одной стороны. Вот. На три самореза, один посередине, два по краям, я произвожу монтаж. Сейчас я покажу, как именно фальсуется вот этот замок, как загибается. Элементарно. Щипцами, любым подручным средством, вы по маленькому фальцу делаете загиб кромку. Молоточком. В этом все аккуратненько. Нагибаете еще раз и обжимаете щипцами. Таким образом. А вот этот кляймер, смотрите, его надо натянуть. Тоже обжать. Аккуратненько. Оставить для загиба там сантиметр. Лишнее ножничками срезать. И вот. Вот так загнуть. У вас готовый замок. Значит, я еще загибаю уголочек. Для жесткости. Таким образом. Смотрите, жестко отлив готов. Таким образом. Итак, дорогие друзья, мы закончили с вами разбой, как я делаю обшивку фундамента фасадными панелями и монтаж отливов из металла. Я думаю, видео было интересное, полезное. Если кому-то понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно мы ответим. Компания Крофмонтаж. Меня зовут Морос Алексей. До новых встреч в наших репортажах. Пока. Продолжение следует.